церковь шаббат шалом добрый вечер рада приветствовать вас и сегодня я хотела бы помолиться за нужды церкви и перед этим я хочу прочитать место из писания с вашего позволения откроем первое коринфянам 10 глава 13 стих где написано вас постигло искушение не иное как человеческое и верен бог который не попустит вам быть искушаемой сверх сил но при искушении даст и облегчение так чтобы вы могли перенести здесь господь говорит что у нас могут быть проблемы у нас могут быть нужды у нас могут быть скорби у нас могут быть финансовые затруднения но господь говорит что он не попустит то есть не допустит нам быть искушаемой сверх сил и даст нам облегчение так чтобы могли перенести эти искушения эти трудности эти нужды и мы должны помнить знать что господь верен он верен обещавший который сотворить сие он нас не оставит и не покинет и ничто не останется не отвеченным написано в писании что все проходит и все нужды они тоже будут отвечены по воле божьей и я благодарю господа что мы можем молиться сейчас за нужды церкви и я хочу озвучить эти нужды в первую очередь мы молимся за семью пастыря за пастора и за защиту его мы также молимся поступили нужды у нас паша просит молиться за финансы за финансовое обеспечение ирочка казанская просит молиться есть банки проблемы с их ним бизнесом просит одну бумагу за другой и никак этому нет конца все идет по кругу она просит чтобы господь разрешил этот вопрос мы будем за это молиться коля просит молиться за волю божью полтора месяца он будет сидеть дома его уволили и он просит чтобы господь ему показал как провести это время по его воле также дима просит молиться за помощника постоянного чтобы господь дал ему помощника верного шустрого быстро чтобы он быстро освоил эту специальность и помогал диме века наша просит молиться за алана сейчас идет расформирование по тюрьмам и века просит молиться за волю божью чтобы алан был на том месте где его господь усмотрел и просит за защиту божью для алана молиться также мы будем молиться за то дорчика за его исцеление мы молимся также за волю божью в работе наташи чтобы господь ей показал где есть сейчас работать пере переходить на новое место повышение или нет господь знает также мы молимся за покаяние мамы димы и мужа маминого сашу и за его исцеление по воле божьей мы молимся за покаяние макса зверева давайте вместе помолимся господу и отдадим все эти нужды господь слава тебе мы благодарим тебя славим за милость твою за любовь твою ко всем нам господь что ты призрел на нас что ты спас нас господь и ты хочешь отвечать на наши молитвы господь и мы все эти нужды отдаем тебе господь мы просим тебя господь за исцеление за исцеление теодорчика мы господь благодарим тебя за все что ты делаешь для этой семьи и для этого ребенка и просим господь полного исцеления господь полного воссталомления во славу твою во имя иисуса христа мы просим тебя господь за алана за волю твою господь где ему дальше отбывать этот срок Господь, мы просим помести его на то место, где ты его усмотрел, и мы также просим, чтобы твоя благогодейшая рука была над его головой во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим тебя за волю Божью для Наташи, Господь, в ее работе, за покаяние Диминой мамы и ее мужа и за исцеление Саши, Господь. Мы молим тебя, мы просим тебя, вмешайся, дай благодать и на покаяние, Господь, чтобы эти сердца обратились к тебе. Господь, искренне обратились и покаялись во имя Иисуса Христа и были спасены. Боже, помоги, пожалуйста. Мы также просим тебя за Ирочку Казанскую, Господь. Ты видишь, что они уже устали, Господь, ходить по кругу. Мы просим, Господь, помоги им в решении этого вопроса. И Пашу благослови его семью финансами, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молим тебя, Господь, за покаяние Макса. Мы просим тебя, верни блудного сына на твой путь. Помоги ему, Господь, прийти в себя, Господь, и вернуться к тебе, Боже, во имя Иисуса Христа. И мы благодарим тебя и славим, Господь. Мы также просим тебя, Господь, за служение в пятницу в следующую, Господь. Мы просим, усмотри, Господь, наше собрание. Помоги нам собраться вместе, Господь, чтобы прославить тебя, Господь, чтобы напитаться словом твоим, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, благослови каждое сердце, Господь, чтобы люди жаждали прийти, Господь, на это собрание, Господь, прийти, Господь, в свою семью во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя за защиту нашего пастыря Олега и за его семью, Господь. Защити их от всех сил тьмы, покрой своей защитой. Мы призываем защиту в крови Иисуса Христа на нашего пастыря и на его семью во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все. Господь, Ты знаешь нужды каждого. Может быть, кто-то не написал, Господь. Мы просим, ответь по милости Твоей. Мы также просим за исцеление всех больных, кто болен, Господь. Во имя Иисуса прикоснись, Господь. Прикоснись своей исцеляющей силой, Господь. Во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя и славим, превозносим. Во имя Иисуса. Аминь.